Мир вам, друзья мои! Мир вашему дому и вашим ближним! Рассматриваем вопрос Юрия. Современная психология говорит, что чувства, эмоции, если они присутствуют у человека, для чего-то нужны. То есть, если на вас кто-то наехал, и вы чувствуете гнев, то нужно отреагировать, либо в ответ, в кавычках, ударить, либо убежать. Если спрятать эмоцию, гнев, то это приведет к заболеванию плоти. Что скажет истина, как правильно отреагировать? Для лучшего понимания приведенного в вопросе следует добавить, что конкретные проявления эмоций могут либо способствовать развитию человека, либо создавать пагубные для его жизни последствия. В такой связи будет неумным говорить по аналогу заданного в вопросе, что если существуют эмоциональные всплески, которые создают разрушительные последствия, то их якобы нельзя прятать, дабы не заболеть. Но тогда, если провести простую параллель, получается, дабы самому не заболеть, правильнее будет в случае возникновения гнева нанести вред кому-то другому. Ведь любой всплеск гнева всегда связан с выбросом деструктивного энергоинформационного потока, а значит, нанесение какого-то вреда будет неизбежно. Если названный психолог дает приведенную в вопросе рекомендацию, значит, он однозначно полагает, что для слушающего основным жизненным приоритетом всегда является беспокойство только о личном благосостоянии. Такую рекомендацию с готовностью может воспринять только полноценный эгоист. Гнев, как очень сильное проявление недовольства, является чувственной реакцией, которая может быть характерна только низкому уровню развития человеческой личности. И связана такая реакция с примитивными проявлениями требований к тем, с кем приходится взаимодействовать. Когда вы соприкасаетесь с чьими-либо проявлениями, с которыми не согласны, вы неизбежно станете испытывать какое-то чувство неудовлетворенности, где сила такой неудовлетворенности будет зависеть от того, насколько вы способны позволить другому человеку делать то, что, на ваш взгляд, ошибочно. А проявляемое вами требование подразумевает, что вы вообще не позволяете другому человеку допускать видимую вами ошибку, независимо от того, способен ли вообще тот человек сделать смущающее воздействие по-другому или же нет. Проявляемое требование всегда связано с бурной реакцией проявляемого недовольства. Гнев способен значительно туманить сознание, соблазняя делать совершенно неразумные действия. В связи с тем, что в вопросе было затронуто обстоятельство, носящее общий характер, то я могу дать ответ, который будет показывать принципиальную общую направленность наиболее благоприятного разрешения подразумеваемого в вопросе конфликта. Когда человек станет уделять должное внимание своему самовоспитанию, о чувстве гнева он сможет забыть. Но если человек пока еще способен ощущать сильные эмоции такого рода, то будет наиболее правильным с его стороны, когда в ответ на негативную провокацию он станет пробовать прилагать усилия выразить хоть какую-то степень благих пожеланий источнику провокации. Таким образом, делающий такое праведное усилие способен будет погасить зарождающийся в себе гнев и не только убережет себя от последствий негативных эмоций, но и не позволит и не проявит губительную агрессию в отношении кого-то другого. Излитый вами ток агрессии, независимо от того, что стало этому причиной, сделали вы это первым или же в качестве, на ваш взгляд, справедливого ответа, является своеобразным деструктивным воздействием на окружающее у вас энергоинформационное поле. А значит, соответствующий отклик со стороны этого поля вы неизбежно должны будете принять. Отклик агрессивного характера всегда будет сказываться на вас губительно. Поэтому, если изначально беспокоясь о здоровье, вы последуете совету названного психолога и ответите кому-то агрессией. Губительный энергоинформационный отклик вам все равно предстоит испытать. А это однозначно будет касаться вашего здоровья. Я знаю, что подсказанное вам сейчас подавляющему большинству из вас делать не присуще. А многие это вообще еще сделать будут неспособны. Вы можете обратить внимание, что все даваемое мной в области ваших взаимоотношений, как правило, относится к неприсущим вам шагам. Но я уже не раз говорил, что истинные духовные ценности не могут удовлетворять эгоистические интересы, так как относятся к противоположному полюсу ценностей. И поэтому, чтобы сделать действительно праведное усилие, необходимо будет сделать то, что сами по себе вы сделать не склонны. А значит, для достижения нужной цели потребуется сделать над собой большое усилие, что и характеризует тернистость пути истинного духовного развития. Теперь мы посмотрим следующий вопрос, который задал автор под ником «Идущий к свету». Хороший Ник. Осталось надеяться, что действительно движение происходит к свету. И вот он спрашивает такой любопытный вопрос. Как правильно относиться к информации от братьев по разуму, в которой сообщается примерно следующее. В последние месяцы на Землю с космического дна прибыли инфернальные силы, которые совместно с глобалистами, в скобочках, самые богатые семейные кланы мира, сейчас начали активное уничтожение всего человечества для паразитического питания огромной армии пришельцев из тьмы, и для захвата планеты, создавая эпидемии, катаклизмы, войны, финансовый кризис, готовящий вакцинацию и прочее. Заданный вопрос располагает проникнуть в отчину уфологов. Ну что ж, давайте сегодня порадуем и потормошим этих увлеченных людей, стремящихся тщательно изучать таинственные обстоятельства, на которые вы все со временем станете обращать большое внимание. А в начале ответа выражусь просто. Возьмите всю приведенную в вопросе информацию, скомкайте ее и смело выбросите в мусорное ведро. Качество такой информации могут дать только какие-то низкоуровневые существа, которые по какой-то понятной им причине видят необходимым своеобразно взаимодействовать с вами, подавая вам информацию, которую вы пока не в состоянии проверить, но которой очень предрасположены доверяться. Для таких существ не составляет труда просчитать вашу предрасположенность, доверять какому-то типу информации. А приведенная в вопросе информация создает ложное представление о внеземной разумной деятельности. И больше похоже на обыкновенный фантастический сюжет, который способны придумывать люди. За последние годы появилось очень много всевозможных фантастических произведений, касающиеся неземной жизни. Каких только интриг и ужасов не встретишь на просторах таких фантазий. Именно фантазий. Сейчас вы имеете очень разнообразное представление о внеземных разумных формах жизни, где даже религиозные деятели успели высказать по этому поводу свои категоричные осуждения. Как правило, среди всех уже сформировавшихся представлений относительно этой темы, близких к правде очень мало. Вам пока сложно представлять, что именно полноценный разумный тип деятельности не может располагать к хорошо знакомым вам психологическим проблемам и коварным хитросплетениям, которые знаково характерны только жизнедеятельности человека. Разумные цивилизации во Вселенной строго придерживаются общепринятых законов, призванных регулировать их равные права во взаимодействии. Никто из них даже не подумает о том, чтобы как-то обойти утвердившиеся законы в целях извлечения какой-то выгоды для себя. Точно так же урегулирована и возможность вмешательства в жизнедеятельность начинающих развиваться юных цивилизаций. Такого рода вмешательство будет являться недопустимым, если предполагается явное изменение естественно развивающегося хода событий, способное губительно сказаться на развитии молодой цивилизации. В связи с тем, что представители неземного разума не являются носителями души, то они не имеют никакой связи с Богом и совсем ничего не знали о Его существовании. Лишь после длительного наблюдения за каким-то, на их взгляд, странным ходом развития юного человечества, они однажды смогли прийти к выводу, что кто-то вас ведет. А на основе анализа всевозможных проявляющихся в жизни людей обстоятельств смогли зафиксировать любопытную ценность, которая способна характеризовать путь развития человечества во Вселенной как уникальный и достойный высокой оценки. Вот только особо ценные проявления отдельных людей встречались и встречаются редко, тогда как безудержная неразумность и варварская дикость постоянно и повсеместно. Возможности этих наблюдателей также позволили зафиксировать и множественное появление агрессивных энергоинформационных образований, которые оказались способны создать сами люди в момент, когда проявляют свою агрессию и веру в существование тех, кого могут придумывать, связывая с этой своей агрессией. Это обстоятельство стало самым настораживающим. Такие искусственно созданные сгустки агрессивной энергии со временем способны набирать силу, впитывая повсеместно выделяемую людьми аналогичную энергию. А это стало способствовать созданию условий, когда уже сами эти образования начинали приобретать возможность воздействовать на чувственный мир человека. Эти своеобразные вирусы зла стали восприниматься наблюдателями как опасное явление, способное легко приводить к нарушению равновесия. Они увидели вероятную угрозу существующему равновесию во Вселенной, если такой вирус зла выйдет за пределы планеты Земля. И вот именно наличие таких вирусов и сама предрасположенность человека создавать их как раз и стало причиной, по которой у разных представителей неземного разума разделилось отношение к жизнедеятельности человеческой цивилизации. В связи с разным уровнем развития и специфики накапливаемого опыта, одни смогли увидеть наличие вероятности того, что люди смогут справиться с проблемой и смогут занять уникальное место в развитии разумных миров, а другие такую вероятность позитивного исхода увидеть не смогли. Это обстоятельство, в свою очередь, повлияло на то, каким образом в пределах допустимых мер и норм стали пробовать вмешиваться представители этих разных взглядов в развитие человеческой цивилизации. Одни пробуют помогать, а другие вредить. И то, и другое делается в строго допустимых пределах, не нарушая свободу выбора человека. При этом важно подчеркнуть, что представители условно враждебного вам мира вовсе не являются злобными и не относятся к какому-то воображаемому вами миру тьмы. Какие-либо агрессивные переживания им не характерны, и поэтому будет неправильным демонизировать их. Они всего лишь разумно оценивают варианты целесообразности во благо сохранения равновесия, гармонии. Поэтому, не вмешиваясь явно, они стали пробовать действовать так, чтобы вы сами пришли к самоуничтожению. Мешательство представителей внеземного разума может подразумевать, прежде всего, информационный характер. Но принять такого рода информацию человек сможет только проявив в явной или неявной форме свое согласие на это. Ваш выбор играет важную, решающую роль. А вот наличие характерного человеку мощного чувственного стимулятора, который является любопытством, как правило, легко лишает вас возможности делать разумный выбор. поиск технологичных путей, которые якобы способствовали бы приведению человеческого общества к благоденствию, является для вас наиболее опасной стезией. Сами технологии, по сути своей, не являются однозначно опасными, так же, как и простой инструмент, к примеру, молоток. Но вы ведь не скажете, что молоток невозможно использовать как оружие, так же и с технологиями. Вам могут помочь создать привлекательные технологические штучки, но при этом те, кто аккуратно подтолкнет к такому созданию, будут очень хорошо понимать, как именно этими достижениями будет склонен воспользоваться человек, который не только не имеет правильного представления о духовных ценностях, но и вообще не стремится уделять этому должное внимание. Благостных вам дней, друзья! До встречи!